Медиатора нет, ни у кого получается. Вот, крутяк. Не будем настраивать, ладно. Кузнечик. Вот мы пишем первую функцию. С чего начинается все программирование. Реблатных аккорда. Да, и мы пишем какую-то функцию, решаем задачу Fibonacci. Да, но если кто не знает, Fibonacci – это такие числа, значит, где следующее равно сумме двух предыдущих. Тоже есть такая история. Перебор. Расстроилась гитара. То есть мы пишем уже не какую-то костельную функцию, а уже пишем рекурсию, функцию на рекурсию. Мы уже объект-ориентированы программированием, чтобы посерьезнее. Отлично. Спасибо. 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 Поставьте, пожалуйста. Ну, там и так далее, да, можно еще какие-нибудь шоу играть. В общем, начиная нас с сегодняшней встречи, я вас попрошу зайти по QR-коду. Нажать кнопочку «Поключиться» и ввести код. Так, я сейчас тогда тоже запущу эту штуковину. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще разочек, да, если что. Нажать кнопочку «Поключиться»? Там первый вопрос будет. Ну, и в онлайне тоже прошу. Те, кто в онлайне, пожалуйста, зайдите по QR-коду. Можно, конечно, с десктопа, но можно там с мобильного телефона. Кнопочка «Поключиться». Кнопочка «Поключиться». Вводите код. И есть первый вопрос. Давайте я переключусь и, значит, мы посмотрим, что вас интересует. Это у нас, на самом деле, пока прелюдия такая к рассказу, к моему. Начинаем. Ну, и еще разочек для тех, кто онлайн, потому что все наше обучение практически происходит онлайн, потому что нижегородцев не так много, а в основном все из разных точек мира. Ну, естественно, что большинство в России, но стран 10-15 тоже есть. Ну, давайте посмотрим. Что интересует людей, которые пришли на нашу сегодняшнюю встречу? Программирование, что-то с этим связано. Веб-дизайн, как всегда, немного. Управление проектами. Системная аналитика. На самом деле, системная бизнес-аналитика меньше всего. Управление проектами и тестирование. Мое выступление в самом начале, оно как раз про то, что мы всегда с чего-то начинаем и потом продолжаем. И это не только про программирование, это на самом деле про все эти специальности. Вот, что не надо зацикливаться на этом коде. Ну, и второй вопросик. Ой. Здрасте. Да, вот на самом деле с этого надо было начать. Давайте попробуем еще разочек подключиться. Появился у вас этот вопрос? Да, код, если что, сверху. Я просто немножко там, видимо, не с того начал, но не суть. Надеюсь, сейчас все заработает. Ну, и пока мы не будем что-нибудь говорить. Те, кто был в встрече, на встрече в 10 часов с ребятами, которые прошли нашу стажировку и проходят, они как раз показывали примеры приложений, которые мы разрабатываем, и говорили о своем опыте. Ну, вот одно из приложений, которое я сейчас показываю, это наша разработка, которую мы сейчас добиваем на нашей стажировке. Разработка таких приложений – это дико сложная штука, чтобы сделать из этого продукта, который люди пользовались, но мы к этому стремимся. Да, я же начал с музыки, поэтому вопрос, что куда вы ходили, в музыкалку, в качалку, кто же ходил, когда-то потом сильно сдулся, как только перестаешь ходить, и все, сразу все куда-то пропадает. Спортивная секция, довольно много качков и спортсменов. Ну, научный кружок имеется в виду, что какой-нибудь IT-куб, информатика, робототехница, все, что с этим связано, это про научный кружок, тоже довольно-таки интересно. Ну и второй вопрос. Сколько лет вы этим занимаетесь? Кадили, если закончили музыкалку, если закончили качалку, то, значит, больше трех лет получили датчику качка. Продолжение следует. Значит, когда вы что-то начинаете мучить музыкальный инструмент и потом играть гаммы какие-то, вот, кстати, качалку занимался. Сколько вам лет потребовалось, чтобы хоть что-то научиться играть на инструменте? 27 нужно. 27 нужно. Фортпиано, естественно, да, потому что сейчас фортпиано учится 8 лет. Это просто жесть. Или, например, вы начинаете качаться. Кто занимается качалку? Вестите? Сколько от груди? 60 на максимум. На максимум? На максимум не знаю, я понял. Ну, я максимум дошел до 100 килограмм от груди. Ну, я просто сейчас усох немножко, но было я сильно больше. Вот. Это тоже не очень быстрый процесс. Сначала нажмешь меньше, больше, больше, вот эти лица прибавляешь. В целом, я ходил 4 с половиной года, бутылок сразу заканчивал. В общем, это про то, что база, где бы то ни было, она получается за год, за два. Просто какая-то база научится играть аккорды перебором, или в каком-то другом инструменте. Или это качалка, или что бы то ни было. Это всегда процесс такой небыстрый. Небыстрый процесс. Ну, и плюс, когда вы не играете на музыкальном инструменте 10 лет, потом вы на нем плохо уже играете. Правильно? То же самое в IT, на самом деле. Я чему это клоню? То же самое в IT. Противовес какому-то мнению, наверное, что заплатив где-то за курсы 200 тысяч рублей, ты покупаешь себе входной билет в IT, ты только заплатим, мы тебе гарантируем 100% это по устройству. Вот если так немножко подумать, и подумать, о чем я говорил, что все это, конечно, билиберда, ерунда. Ход в любую профессию, он небыстрый. Базу вы получаете, если вы уже с каким-то образом что-то умеете делать, ну, может быть, совсем базу-базу полгода, потом год, базу побольше, и дальше потом вы эти навыки развиваете, и через несколько лет, полтора, два, три года, может быть, в кого-то уходит, вы можете в профессию. Так, ну, звук вроде бы включен. А, это да. Вот, собственно, начинается наша с вами встреча. Я предлагаю немножко, это не в формате какой-то лекции, а в режиме такого расслабона пообщаться. Вы зададите мне любые вопросы, я на них отвечу. В общем, тоже интересен именно диалог, а не мое выступление. Это я, Усков Алексей. Последние пять лет я работаю в IT-компании LAD. Работал здесь в разных каких-то отделах, и в IT-кластере в Нижегородской области такое раз было. Сейчас есть некая реинформация. Мы хотели всех подружить, все компании, все люди. Это тяжело, и это не реалистично. Ну, просто с участием разных инвестерцев и ведомств. А так, опыт. 20 лет я начинал работать системным администратором. Работал по фрилансе. Ну, там давно уже достаточно лет. 15-15 лет. Я не помню, 7 или 8 лет. Какие-то сайтики, фронт-энд, бэк-энд. У меня какая-то луда. Полная луда, конечно. Лучше идти в компании, нормально разработать. Это очень тяжело, но как опыт, так довольно-таки весело и интересно. Я не просто. Ну, и преподаю последние почти 20 лет. Сейчас в меньшей степени, конечно, потому что есть основная у меня задача. Это быть директором IT-академии. И вот этот опыт заработал привел к тому, что пришлось мне открыть что-то свое. Называется это IT-академия. Пользуясь мы в компании LAD. Пускай это называется IT-академия. Где мы готовим айтишников. Ну, пару слов о себе. Значит, мне 42 года. Я пролетелить. Помимо музыки, немножечко занимаюсь спортом. Я играю в лейбол. На первенстве в городской области в герой лиги. Ну, я тут самый маленький, конечно. Может, я играю в защиту. В сетке я не хожу. Ну, тяжело прыгать с таким ростом. Да. И последние два цвета я готовлю айтишников. То есть опыт некоторый есть. Можно долго рассказывать, что я делал. Все начиналось просто с преподавания информатики и с наблюдения, что там в образовании происходит. Сначала было как-то боязно. Как я буду преподавать? Потом нормально все. Преподавать не так тяжело, конечно. Интересно довольно-таки было. И наблюдал, что в образовании происходит. И в целом, за некоторое количество лет я увидел, что, ну, немножко оторван от реальности. Больше про книги, про теорию какую-то. Мне захотелось это все подружить. Образование и реальную практику. А в целом, путь мой начинался с 90-х годов каких-то. Где-то, наверное, 30 назад. У нас стали появляться разные кристалки. Типа Denzi и Sega. Может, кто-нибудь таких слов не слышит. Вот так. Краем уха, наверное. А потом я обменял Denzi такую клавиатуру, спектру 128. Была клавиатура, она подключалась к магнитофону. На магнитофонной ленте были программы. Вот они загружались. Минут шесть, наверное. Сейчас все подозревалось. И так далее. Все это подключалось к старому телеку, который тоже не работал. А российский телек, он как работает старый? Либо с помощью молотка пьешь, он начинает работать. Либо ты туда ледешь, тебя бьет дом. В общем, и вот этот вот первый опыт такой айтишный, он пошел именно оттуда. А, ну вот, да. То есть 2003 год я начал работать системным администратором и параллельно преподавать информатику. Ну и плюс, в году, наверное, в 15 я начал преподавать в структуре дополнительного образования на курсах. Открыл кучу своих разных курсов в университете. Но там тоже есть некоторый потолок, потому что базу там можно дать, а вот куда дальше довольно сложно просто. Из этой образовательной структуры какие-то такие сложные проекты делать с участием, айти-компанию. Ну, то есть довольно сложно, потому что есть кто-то над тобой, их довольно много людей. Конечно, проще все сделать самому, все возглавить и никого не спрашивать. Проблемы, которые тебе нужно решить, ты решаешь за одну секунду вместо недели ожидания, к примеру, или месяц. В общем, тоже такой опыт был. А, да. Это я, да? Теперь опять к вам перейдем. Если у вас еще не закрыто, то тоже, пожалуйста, проголосуйте. Если что, я могу вернуть этот QR-код. Буквально еще пару вопросов, и я от вас с этим параллажением отстал. Так, ну вот еще можно еще разочек зайти. Те, кто онлайн, тоже, пожалуйста, по ходу дела вопросы не задавайте. Я от вас с этим параллажением отстал. Это не так важно, на самом деле. Это не так важно, потому что мне просто в целом интересно, что у нас за публика сегодня. Ну, понятно, что в основном люди работают. Ну, кому-то удалось вырваться, кому-то нет. В основном наша аудитория – это студенты. Это вопрос, кто я, а кто вы. В основном вы студенты. Понятно. А, это вы уже ответили. Все, не надо больше отвечать. Многих интересует свое программирование почему-то. Ладно. Немногих веб-дизайн, управление проектами. Гораздо меньше людей. Ну, голосуйте и голосуйте. Ладно. Пока вы голосуете, я вам расскажу, что приложение, которое мы разрабатываем в мобильной веб-приложении, в веб-приложении, на курсах стажировка, мы разрабатываем в командах. И, может быть, многим это не знакомо, что нормальная разработка, и учить надо именно в нормальной разработке. Не то, что собрались трое умельцев каких-то, которые худо-бедно умеют писать на жалоб-скрипте или на курсах, и что-то там пили. Обычно из этого ничего не получается. Ну, какой-то там бед-проект или какой-то стартап – это довольно сложно. В IT работают в командах, причем процесс должен быть очень четко выстроен, иначе проект вот так он разваливается, он до конца не доходит. Поэтому должен быть проект-менеджер, который приходит куда? Приходит к заказчику проекта. А именно, у нас наша специфика в том, что мы ищем заказчиков на наши проекты, мы не работаем с учебными проектами. с которыми работает большинство всяких разных школ, которые учат. Они берут какой-то учебный проект, придуманный. У меня подход, что нужно учить сразу реальные разработки. И все это сложно, и проблемы всякие разные. Но, тем не менее, людям таким образом учебных не бывает. Короче, есть проект-менеджер, который этим проектом управляет, который встречается с заказчиком. Потом потом приходит бизнес-аналитик. Иногда это два в одно. То есть, человек, который встречается с заказчиком, спрашивает у заказчика, что заказчик хочет, описывает это все в виде документа о некой концепции, что человек хочет. Потом мы сверяемся с заказчиком, так ли оно правильно, ли мы поняли и описали. И потом этот же аналитик превращается в системного и уже пишет документацию для команды, пишет требования. Подключается дизайнер, который отрисовывает, который сначала собирает референсы, потому что заказчик может сам узнать, о чем хочет, ну, или знает, но вот нужно это все дело в дизайн как-то платить. Такие примерчики, о чем хочет заказчик. Потом отрисовывает прототипы, потом дизайн и так далее. И здесь же маячит всегда тестировщик, который вот этих ребят тестирует, он и документацию тестирует, он и дизайн тестирует, он отвечает за качество всего. Ну, естественно, потом работать с программистом. И только потом подключаются программисты фронт-энд и бэк-энд. Ну, мы тут уже не будем прям в специфику сваливаться, что у него будет рассказ. Мы с вами поговорим о том, как мы работаем на стажировке, но не, может быть, не вникая в подробности. Вот. То есть это тоже важный момент, что нужно работать в командах, нужно учиться работать в командах. И проекты, они разрабатываются не просто так. И дальше вопрос. Вам вопрос. То есть первое приложение наше я показал. У нас все было с его разработки. Ну, а все-таки. А все-таки. Мне с онлайном тоже хочется поконтачить. Целых 29 человек месяц со мной. Ну, наверное, 25 таких основных. А все-таки, а вот вы этому учитесь? А на рынке-то, в IT-компаниях, кто вас требован? Кто более всего вас требован из этих направлений? Я еще люблю рисовать на доске, кстати говоря. И вы мне сейчас расскажете. А, не-не-не-не-не. Просто какие-то свои мысли. Data Science. Data Science. Смотрите сюда и называйте любое. Data Science. DS. Востребовано Data Science. Не просто интересно. Вы в основном, наверное, не работаете в IT, только хотите. Какое у вас это представление? Какое-то оно, наверное, есть. Вы же коллеги? Системный аналитик. Очень хороший. Ага. Прямо необходимый. Системный аналитик. Может, он как связующая из ВГО. Вакансий на пио много. Ага. Инженеров нет. Самое основное. Наверное, это первое месяц. Да, вот там я вставлю. Галерка зажима. А, или вы там были уже. Все знаете. Я вам покажу наше второе приложение. У нас, помимо веб-разработки, есть еще управление машинное обучение и анализ данных. Мы там делаем достаточно интересные проекты. Это проект по IT-аналитике. То есть, мы собираем данные с разных сайтов и анализируем, смотрим. В общем, на рынок вакансий в разрезе разных городов специальностей, в разрезе грейдов, потому что есть потребности в джунах, медлах. Ну, тут не совсем интерн, в общем, тот же самый джун и суть. Вот. И вот это, да, это интересная картинка, которая о чем нам говорит. А вот оно, смотрите. А что есть, что на первом месте здесь есть некий аналитик. что имеется в виду под аналитикам? А аналитиков всяких разных много очень, которые работают, например, с запросами, с скрелем, с базой данных, включая это. поэтому тут в целом аналитики. Давайте дальше пойдем, немножко углубимся. Сейчас немножко оно про другое, конечно. Очень популярное направление 1С, в стране, потому что остался из-за подобных программ, как 1С, все остальные зарубежные шли. Руководитель проектов. Ну и вот, где-то наша история вся, веб-разработчик, она начинается вот здесь. Здесь есть Project Manager, для нас стоит на первом месте. Ну, тут, скорее всего, проектов много всяких разных, потому что управлять проектами не обязательно в IT. Те вакансии можно в смежном управлении. Но в топе системный аналитик действительно. Человек, который пишет требования для разработчиков, разработчики не просто так продукт, как зарабатывают, от балды, вот так хочу. Здесь же бизнес-аналитик. На самом деле, это два в одном сейчас, в основном все соединяется, потому что аналитик должен и команду понимать, и должен бизнес понимать. Ну и дальше пошли. Куа-инженер, фронтенд, девопс, кто не знает, что такое девопс, тоже это какой-то интересный человек, бэкэнд. Вот смотрите, какая реальная картина. Но тут нам чего еще не хватает? Это вакансия, количество вакансий, рейтинг вакансий. Но еще есть резюме, которое вы будете отправлять, а вы уже отправляете. То есть, есть тема такая, что соотношение резюме к вакансии дает нам некий такой индекс. Ну, допустим, этот индекс равен десяти, значит, десять человек претендует на место на какую-то вакансию. И вот здесь, например, конкуренция может быть сильно выше. Вроде бы у а-инженеров достаточно много требуется. Например, у а-инженеров приоритеты это у людей, которые знают программирование и занимаются автоматизированным естествием. В бэкэнде, например, конкуренция поменьше, в девописах еще меньше. Поэтому это все надо взвешивать. Ну, это я к тому, что есть такой человек, который называется системный аналитик, и об этом особо и не знаю, что в командах есть, а у вас требуют. Вот я об этом хотел рассказать. Вот. Ну, то есть, еще раз, это наш проект, тут много всего, всяких разных аналитических историй, прям делают его наши стажеры, собирают данные, анализируют, мы как заказчики. Еще заказчики за этим смотрим, смотрим, что получается. И тут есть общий рынок вакансий, есть аналитика по навыкам, к примеру. Давайте, может быть, мы выберем какое-нибудь отдельное направление. Вот здесь фронтенд. Давайте какое-нибудь, предложите, какого специалиста мы выберем. Нет, фронтенд, бэкэнд, аналитик, системный, дата сайенс. Фронт тут есть, давайте бэкэ выберем. Это все в режиме, можно сказать, реального времени, то есть это постоянно штука обновляется. В бэкэнде что, к примеру? В бэкэнде, здесь имеются все языки, есть достаточно такие базовые вещи, что ну да, нужно сдать искрилит, нужно всем разработчикам, поскольку мы работаем в командах, это уже по умолчанию нужно работать и хорошо знать, как работать с системой контроля версии гид. Из баз данных PostgreSQL, это основное, где-то там Mongo, MySQL, они дальше. Вы должны знать, что в разработке есть разные языки. JavaScript, пички, кстати говоря, на втором месте. Ну, вот реальность, реальная статифика. Python в бэкэнде разработчике. Go, кстати, достаточно сейчас быстро набирает обороты. Ну, вот смотрите. Но то, что мы здесь перечисляем языки, это все ерунда, на самом деле. Человек, который проходит вузе язык, ну, будем говорить так, что для IT-компании это вообще ничего не значит. Для IT-компании, значит, уже более такие вещи интересные из интересного это Postgre, а вот дальше смотрите. Пошли фреймверки. Django, мы сейчас право разработку на Python, Laravel, на PHP, Node.js, на JavaScript, и IT-компании нужно вот это в основном. Язык – это все ерунда. и требования сейчас такие достаточно высокие, то есть и работа с докером, и работа с сайтом. Понимаете? Либо попробуйте понять. И вот эта вся картинка такая, о чем я говорил, что кто чем занимался не, значит, не пройти, а музыкой, качалкой и так далее, это какой-то длительный период, и постоянное развитие и знание довольно сложных вещей. Поэтому, если вы студент, добавляйте к своим навыкам умение работать с фреймверками, базами данных, изучайте докер, ну и так далее. Да. Переделаем. Суть не в этом, на самом деле. Так получилось, я не знаю почему. Ну, тут можно выделить это, подсветить. Пока нет. Я понимаю, что подумаю, как это открыть. Это закрытая наша BI-система для наших качалку. Это пока такой первый релиз, надо нам его еще доработать. Хотя уже довольно много сделано. Вы иногда в премьер-ворке, потому что там какой-то код для всех более понятен, он прокурированный. Почему именно в премьер-ворке, потому что там прокурированный код, и он более чем понятный, чем... Нет, это да. Значит, есть? Давайте так. Как написано... Есть такое слово премьер-ворк и пояснение к этому, что современная разработка чего бы то ни было, веб-приложение или разработка в области искусственного интеллекта, машинного обучения, она не строится базово на языках как таковых. Конечно, есть основа какая-то, нет, Она строится на использовании уже каких-то готовых наборов инструментов со своей компетентацией, называемых фреймворками и библиотеками. То есть разработка продуктов в этих компаниях строится не столько на языках, сколько, знаете, провел. Язык, понятно, по умолчанию. Человек умеет ходить? Все умеют ходить. Но не все умеют поливать в длину на эти метры. Вот этому надо учиться. Ответ такой, что это требование IT-компании, знание вот этого всего. Поэтому А уже дальше какие-то следствия, что нет смысла разрабатывать сайт с нуля. Люди об этом задумались и написали фреймворк, который ускоряет эту работу. Назвали его как-то готовые наборы скорее. люди убегают. Говорят слово фреймворк. Ладно, нам нужна такая аудитория заинтересованная. Дальше фронтенд посмотрим для полного счастья. То есть опять понятно, что JavaScript вообще даже можно не писать. То фронту вакансиях ну ты должен знать HTML нормальный. React это библиотека на самом деле неважно. Это некий инструмент для разработки. На нем разрабатывают много чего и за рубежом много чего-то зарабатывают. К нам он оттуда и пришел собственно. Язык даже не JavaScript а TypeScript некая надстройка на JavaScript. Ну а следующий по популярности фронер QGS не сильно уступает но на React сильно выше конкуренции. Но это именно фрайвер. Про особенности мы не будем говорить. Выходит за рамки встречи. и третий это ангуляр. Тот же самая система контроля версии и так далее. где-то там выше jQuery фрайвер. чего вот это вот изучаете. Можно конечно можно во фрайверке есть наборы готовых компонентов которые у горякод которые шмяк шмяк у вас это все выстраивается. Библиотека это более гибкая история. Более кастомизированная. то есть вы можете написать приложение с нуля но с помощью библиотеки сильно быстрее с помощью вытягивания разных модулей из этой библиотеки. Ну как бы вы сами это пишете конструируете. То есть во фрайверке это проще делать потому что там есть уже готовые компоненты. По сути да по сути по сути вы останетесь на целую 10 придет товарищ Алексей Широк он javascript разработчик очень сейчас я надеюсь высокого уровня он у меня учился в универе потом Влад пришел как раз порекомендовал как самого толкового еще нескольких парней и сейчас он работает с кинтой он вам об этом расскажет непосредственно об этом у нас немножко встреча она более общая вот ну и еще в этом инструменте бог с ним и с инструментом просто хочется посмотреть на зарплату естественно эти специалисты давайте выберем кого-нибудь единственный момент здесь у нас бэкэнд он в общем бэкэнд у нас нет зарплат например php-шников или зарплат бетоновцев бэкэнде или javascript это мы сделаем мы хотим это сделать чтобы детализировано это смотреть и заодно мы сейчас проверим с вами оно соответствует реальности или нет давайте мы тут кое-что уберем некоторые надстройки надстройки и начнем отсюда здесь мы это назвали интерном надо поправить потому что человек с опытом работы от нуля до года это джуниор это джун интерн это человек без опыта работы это человек который у нас на стажировке у него тут минус в минус он уходит зарплата бэкэнд разработчика с опытом работы от нуля до одного года полгода это медианная зарплата то есть некая средняя некий вид средний только более точный медианная в помидиане более правильно считать некий такой ликбез когда вам озвучивают где-то средства массовой информации что а средняя зарплата она вот такая вау средняя зарплата 50 тысяч рублей здорово откуда это все берется берется берутся зарплаты у 9 человек условно говоря 20 тысяч рублей а у них директор миллион и средняя зарплата 120 тысяч рублей но вот этим 9 людям им от этого не слаще от того что средняя зарплата 120 тысяч рублей между собой девятерым общаются у нас же у девятерых зарплата 30 тысяч рублей а медианная зарплата это некая такая точка где половина людей получает меньше до медианы и половина больше или если зарплата точечная к примеру то медиана это зарплата которая которая попадет давайте простым языком в эти 30 тысяч рублей то есть медиана в том примере о котором я говорю она будет 30 тысяч рублей а средняя 120 тысяч рублей поэтому более правильно считать по медиане итак у бэкендера которая отвода 66 у системного аналитика 75 где-то похоже а вот у джуниора системного аналитика от года до 3 лет уже 140 примерно с опытом работы 2 года и 140 похоже на правду у бэкендера тоже близко 148 у медла бэкендера который имеет опыт работы от 3 до 6 лет 4-5 лет в среднем медианная зарплата 218 на самом деле в реальности человек с опытом работы 4-5 лет уже относится ближе к сеньеру тоже есть нюансы ну и так далее вот они такие зарплаты можно работать и системным аналитиком если сюда еще фронта добавить тоже можно посмотреть у него средняя вот здесь 80 в общем примерно так оно получается а для Куа давайте для Куа посмотрим потому что нам нужно учитывать интересы аудитории которые онлайн о чем у них посмотрим если речь об этом о навыках Куа-инженер у нас разработка вот этого приложения довольно сложно шла потому что навыки вакансии указываются какие-нибудь опыты и мы их немножко группировали составляли справочники Куа-инженер почему он называется Куа Quality Assurance инженер по качеству более корректное название более современное неговый тестировщик тестировщик это такое очень древнее я уже говорил что инженер по качеству отвечает за качество и документации и дизайна и всего наследства вот то что он должен обеспечивать контроль качества но это вакансия как указано что не сделаешь тестирование работа с базами данных функциональное тестирование проводить работу с API ну и дальше пошли инструменты постман гид но откровенно говоря в большей степени востребованы конечно же тестировщики которые занимаются автоматизированными тестировками поэтому тут указаны Java и потому что ручных тестировщиков сейчас избыток можно так сказать ну ладно давайте пойдем дальше наверное самый главный вопрос да мы исходим из того что вы все хотите попасть в IT а что самое главное нужно от вас работу дачи давайте мы поперечисляем и онлайн пожалуйста тоже подключайтесь торвитесь от супа или от чая тоже немножко с нами поучаствовать вот слово опыт прозвучало да что еще что мы писали обучение 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 базовой навыки базовой навыки тут наверное самое главное интересно уточнить что самого главного что самое главное для работодателя базовый навык давайте я так подчеркну базовые навыки самые главные либо опыт самое главное что еще может быть такого проекты проекты ну ладно так вот написали спасибо большое работа в команде умение решать задачи чтобы человек был нетоксичным очень важно soft skills давайте команда тоже напишем к сожалению к сожалению работодатель сейчас практически не смотрит на резюме начинающих айтишников которых развелось такое количество огромное что просто уже и не смотрится и вопрос как зацепить чем зацепить а работодатель специалисты нужны так или иначе потому что опытных на рынке сложно найти приходится работать с какими-то начинающими вот ответ на что в первую очередь смотрят в резюме это на проекты на кейсы у нас это называется кейсы нужны кейсы нужен опыт ты вроде бы учишься или только отучился от тебя требует какой-то опыт дальше резонный вопрос возникает а где взять эти кейсы давайте тоже напишем как вы думаете тоже интересно ну я извиняюсь наверное мы какие-то банальности пишем куда деваться ну как-то хочется в целом поговорить что если вы школьник и студент то это хоккатоны если ты участник хоккатонов у тебя работает один глаз такой пряткой о ну уже хорошо пашировки стажировки ты пока лучше что-то создается это можно в паркору добавить да педпроекты которые ты сам пилишь делаешь педпроекты мне безусловно да безусловно да но они мне не нравятся что они как бы как-то тут равноценно участвуют потому что когда я много скажу по защитам в разные вузы и колледжи меньше наверное степени и вот там то что создается и презентуется как какой-то проект дипломный или может быть как проект на практике это все настолько сыро три парня собрались и что-то запилили это худо-бедно работает и что ну здорово да все-таки и хакатон это какая-то командная работа и там нужно сделать проект и на стажировке это проект более-менее полноценный сделать проект который где-то крутится и это конечно не сверстная страничка это все детский сад а что-то более серьезное да еще какие-то комментарии курсы ну курсы курсы от другой именно а где взять кейсы на курсах тоже мало где дается ну на дипломы если ну как мне кажется по опыту процентов может быть 5-10 компаний которые занимаются наукоемкими технологиями конечно посмотрим из этих компаний которые были но ушли это но яркий пример это который конечно смотрит диплом человек из курса там нужно глубокое знание математики прям там все посерьезно да и вы там не потянете честно ну придете что и через неделю вы уйдете сможете скажете куда я попал во всех остальных конечно в первую очередь на проект посмотрите университет такой университет секунд если это массачусетский технологический университет да наверное да посмотрят но уже конечно и так смотрят потому что если у тебя нет опыта и ты еще студент ты не очень приспособлен решать задачи какие-то реальные зачем с тобой с тобой же будут нянчиться вы представляете что когда приходит начинающий специалист компания это значит что нужно какому-то более опытному бедлу вместо того чтобы решать реальные задачи и выполнять задачи по проектам он должен потратить свое время а значит компания теряет деньги и потратить свое время драгоценную потенциру этому человеку начинающему и никому это особо не хочется потому что там все в мыле и делают разрабатывают эти инвестиции я думаю что способен большие компании с деньгами которые ручьем текут которые не имеются эти проблемы но это единицы опять же можно да я бы хотел сказать потому что я тоже в курсе когда закончил айтишный и как бы проект никаких не было и вот человек который например уже не учится не стажируется нигде ему вот где это было может быть участвовать ну сейчас и скажу решение какое решение это мне больше нравится песочница есть ребята с ветерками с лопаточками приходят и начинают лепить крепость которую строят эта крепость пока такая не особо крутая скажем так но тем не менее они получают свой опыт то есть если строить какую-то траекторию если вы начинаете с курсов или учитесь вузе где бы то ни было это вот такой первый тут камешек вот где-то здесь трудоустройство в IT-компанию но сейчас из-за того что требования запредельные вообще у компании требования запредельные и по навыкам как я показывал достаточно серьезные еще и проект путь добрый выложить и вот эту всю пропасть перепрыгнуть очень сложно поэтому здесь такая кочечка нужна дополнительная чтобы сначала сюда запрыгнуть получить какой-то похожий там около этого и только потом прыгать если удается сразу ради бога я же только рад потому что наверняка кто-то расскажет что у меня там друг Санек он сразу попал естественно я же не против я говорю про общую какую-то статистику вот тоже циферки я тут некоторые написал мой комментарий такой что в системе образования в целом есть такой комментарий что 90% выпускников трудоустраивается и ну и немного не трудоустраивается в зависимости от возраста цифра может быть разная где-то бывает 50 на 50 где-то бывает 99 моя статистика она немножко другая поскольку в маслостажировках учатся люди со всей страны со всех регионов приходят и выпускники всевозможных вот этих вот известных площадок и вузов в том числе моя статистика что это распределение оно наоборот что 10% годных 90% не способны я вам просто честно говоря как на духу реальность она немножко другая подготовка и они живут на отдельных планетах немножечко ну сейчас может быть 20 на 80 может быть 18 и суть примерно оно вот так только потому что какого-то даже понимания как это все работает вот про отбор опять же решение стажиров хакатоны я же естественно буду говорить что есть у нас понятно куда вы пришли в академию в нашу войти и об этом послушать есть стажировки на которые мы людей отбираем эти стажировки существуют в разных формах уже много лет и если я на входе не отберу людей которые умеют писать на реакте которые более-менее разбираются в бэкэнде нормально они делают тестовые задания вот таким образом проходят отбор только разработчики естественно и дизайнеры вы сами понимаете что чтобы сделать вот такую штуку чтобы она заставить ее работать а это не так просто нам нужны ребята которые не рукожопают которые умеют что-то делать либо быстро научатся каким-то новым вещам база какая-то есть уже конечно это еще немножко пока кривовато естественно но тем не менее тем не менее такие вещи делать нужны нужен отбор тоже несколько цифр я об этом рассказываю в прошлой осени к нам пришло две тысячи заявок всем этим людям были высланы тестовые задания тест плюс какая-то задачи в зависимости от направления но не везде это было дико сложно больше конечно требований к разработчику либо две тысячи из этих двух тысяч хоть что-то сделали хоть чуть-чуть просто тест прошли тринадцать с половиной процентов то есть восемьдесят шесть с половиной процентов ни черта не сделали вообще то есть вот это вот ощущение халявы какая-то стажировка меня возьмут я там что-то буду делать меня всему научат вот это вот как раз ну или может быть случайно отправили это вот это то что-то сделал тринадцать с половиной процентов это что-то типа около двухсот семидесять человек хоть что-то прислали а направление было десять направлений всяких разных чтобы такие проекты зарабатывать где-то очень мало где-то очень много вот так и отобрали мы сколько-то отобрали отсюда ну так по-моему сто шестьдесят человек такие какие-то цифры вот поэтому даже вроде бы стажировка статистика вот такая что очень многие многого хотят но делать ничего не хотят вот он цифр поэтому мы в том числе отбираем естественно ну вот про основное я сказал все-таки желает ли иметь какой-нибудь классный опыт я наверное даже может быть и на нас прям зацикливаться не стал на стопроцент ну немножко конечно вот зацикливаться с вашей стороны ну конечно посмотреть еще в разные стороны есть даже у меня из дружественных нам компаний каких-то где-то тоже ну чуть меньше в объеме конечно но тоже есть прям довольно таки и не плохо кажется у меня такая гигантомания всегда мне хочется сделать что-нибудь грандиозное вот я и стараюсь ну и плюсом к этому плюсом к этому мы добавляем еще раз просто напомним про хорды я даже про языки вообще ничего не говорю это по умолчанию React Vue Next.js значит в общем похоже что-то на React не будем углубляться Next.js это Vue Node.js Nest.js это BQN естественно по умолчанию работа злит желательно что все это же не Windows будет сделать здесь как разработчики знание Linux более-менее но это не так сложно что это это работа с докером здесь что-то про машин леунинг есть я не знаю если а есть да но тоже это не просто работа работа на питоне это знание самого машин леунинга теории практики это работа с инструментами типа Airflow и прочими ну то есть вот так баз данных докер естественно ну и также мы используем некие такие подходы и принципы типа CICD Continuous Integration непрерывная разработка чтобы вы понимали всю серьезность процессов которые в компании происходят Swagger Ostman ну и так далее это все харды но не уровни такого базового что-то такое более интересное ну и естественно что софты что софты если человек приходит только с хардами он общаться не умеет он там сидит в уголочке студент очень такой закомплексованный ну таких на таких не особо смотрит но если какой-то гений конечно то его научный отдел он там будет свои задачи решить крайне важный момент работы в командах когда мы люди в командах обедняем то видно что люди не умеют особо коммуницировать а как а как задачи распределять это тоже нужно учиться науку то есть это где-то все с хардами это на самом деле 50 на 50 так ну вот да тоже ребята перечисляют хакатон опенсорсы может быть дополнительная литература кейсы о наших кейсах расскажу о чем же еще рассказывать пару примеров показал это вот это наше приложение reactions это уже дата аналитическая это немножко другая история про питон просто посмотрим на примере а что можно делать на таких курсах и на стажировках да да опыт ему нужно не так как раньше опыт работы то есть до того как ты получаешь свой первый опыт работы тебе уже нужен опыт работы для него самое главное проект который ты уже сделал свой опыт и дальше уже заглубляемся в что за проект какого он уровня я тут поясняю что это не просто сверстный какой-то сайт свой это никому особо не надо ну все умеют просто занимаются хорошие на html и ссс это очень просто сейчас джун как ты говоришь у нас принято может быть кто с джуном не так сейчас джун другой просто джун джуном называют человек который и вот он не тот джун как три года назад понимание другое самоопределение изменилось джун сама сутевая часть как вы говорите что вот если в компанию и ну вот какого-то микро какого-то римского ребенка такого нет что он прикал в работу предлагал там что-нибудь адаптировался такого уже нет ну вот где большие компании где много денег и есть более-менее налаженные процессы в большом количестве компаний не до этого каждый человек получает 150-200 тысяч рублей потратить его время на кого-то другого означает что потратить деньги а оно все впритык оно не очень зарабатывается ситуация сейчас такая опять же в пику может быть каким-то вашим представлением что ситуация очень сложная легче стало стало тяжелее зарубежной компания ушли и ушли проекты огромное количество твоих проектов пока не особо все раскрутилось не умеет делать и заказчиков столько нет опять же ну то есть мы такие же небольшие вот 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 но передо мной ребята в другой аудитории показывали например что мы делаем еще помимо всего прочего мы находим или они нас находят внешние заказчики которым нужны такие достаточно серьезные платформы веб-приложения то есть это просто многостраничник какой-то дело неинтересно мы таким образом и подготовим хорошо специалистов для работодателя то есть это прям frontback с админ с базами данных один из наших заказчиков агентства рейтинг есть проект RatsRank то есть они эти девчонки в основном они занимаются организацией забегов это нижний Новгород и другие города это проект беги герой беги беги герой и наверное вы слышали об этом знаете об этом может быть не знаете но узнаете сейчас спорт пробегают и очень многие люди стали заниматься спортом многие бегом и даже в нашей компании многие занимаются бегом вот этот проект он сделан на тильде и вся регистрация она на отдельном ресурсе не вот этой компании ну и они нас попросили опять не особо может быть сильно верю в то что мы сделаем очень много и круто сделать платформу с личными кабинетами с регистрацией с оплатами то есть довольно-таки мощную историю которая компания стоила бы к примеру вот так примерно предварительно миллионов 10-15 рублей заработка она дорогая для решения и мы для них сделали сделали этот проект некое такое биты пока некий минимальный функционал пока это на таком бред бред дэви вот ее находится и готовится к завшу ну надо какие-то вещи дотестить это крутить посмотреть для них же проект волонтеры тоже платформа для волонтеров потому что всю эту деятельность спортивную обеспечивают волонтеры ну и так далее да я сейчас наверное все проекты бы и не стал перечислять а сейчас ну вот таск трекер в любой команде есть менеджер и в любой команде все это работает через планированные задачи любая разработка через планированные задачи и так далее и все это проводится в специальных инструментах называемых таск трекерами тоже мы взялись за эту такая сложная задача достаточно то есть это вести реализовать точнее доставку задачи где задачи будут вестись сделать инструмент для построения дорожных карт чтобы проект планировал в общем и целом когда он берет проект он планирует укропненно я вот в этом месяце сделаю вот это потом вот это потом вот это достаточно такой прикольный инструмент сейчас мы пока в процессе то есть тут не будут хвастаться особо сделано процентов на 50-60 ну это сложно за 5 месяцев это сделать мы это знали и понимали где-то вот на год вся эта разработка есть платформа LAPA платформа обучения программистов например ну и так далее есть еще всякое разное есть проект который на курсах разрабатывается который попроще стажиров который посложнее что-то увидел вот примерная команда как это как это все выглядит когда я собираю людей мы делимся на команды с учетом их возрастов налогов и так далее чтобы это не был проект состоящий из 20-летних ребят в среднем они конечно менее более безответственные ну так пока не как взрослее люди более ответственные возраст на этой стажировке от 16 до 55 лет даже если это еще ничего не значит можно спокойно менять то есть человек который БК нам занимается он пору даст многим так что я бы тут не стал поделить понятно что люди повзрослее они уже менее подвижны разные города нижнего я статистику считал у нас где-то около трети 30% в зависимости проекта по разному но видите что много всего правда в других странах они в других каких-то примерах есть да работодателю нужны кейсы и дальше мы перечислили вы это уже называли что высокий уровень хардов высокий уровень софсок это естественно вот ну и ну это такая стандартная история что очень нежелательно быть душневым очень нежелательно то есть даже в стажировке у нас работают в командах люди которые что-то не получается а вот а вот у вас что-то не так у вас что-то с сервером не так а вот дайте доположьте конечно ребята попробуйте сами задачу решать мы на этой стажировке все шишки должны набить сами не то что есть такая волшебная академия которая за вас все сделает вам все настроят и вы такие будете все радостны задача набить максимально огромных шишек на всем этом процессе и некоторые задачи вы можете по неделе решать чего там страшного нет то чем больше шишка тем потом будет меньше шишка в будущем вы уже через многое пройдете вещи такие банальные и вот это вот это душнило начинается обсуждение в группах а вот там все нет все не так очень такие люди в интиме не нужны нужны те которые взяв сложную задачу не будут пенять компанию еще на кого-то на коллег своих но будут просто делать я наверное всем желаю не быть подобным человеком а что у вас нет а вот так надо конечно больше конструктив вот сейчас это финальный слайд где мы будем с вами расходиться возможно у вас будут какие-то вопросы я на них отвечу что касается обучения у нас есть курсы и стажировки стажировки до какого-то времени еще прошлом летом наверное они были бесплатные для всех во многом я тут и свои деньги какие-то вкладывал и бане помогало в общем но сейчас штука такая что это отдельный бизнес-проект нет какого-то волшебного дяди который это все будет финансировать поэтому всю финансовую нагрузку я тащу на себе ну так бизнес работает нет каких-то добрых дядей но и из стажиров есть ограничения значит для студентов с теми вузами и колледжами с которыми мы сотрудничаем возможность это сохраняется если вы толковый чел то ради бог готовы рассмотреть и взять если с вузом мы не кондачим вы через преподавателя через ректора или через директора какого-нибудь можете о нас рассказать и мы закондачим потому что это тоже выгодно и вузам и колледжам чтобы ребята где-то практику проходили свою но мы это зачитываем как практику называется вот это мастажировка самый прекрасный вид практики где вы не бумажки перекладываете а где действительно занимается разработка вот ну а так вот через платное обучение для многих со студентами проще что с вас это денег учитесь мы готовы в это инвестировать но тоже такая позиция честная что нужно за счет чего-то существовать поэтому если платная история не могу вам это не сказать что планируется планируется и летом достаточно много активности будут по ним все прочего разные интенсивы может быть небольшие но бесплатные и в общем предлагаю всем на телегу подписаться где будет вся информация подписываться вопрос интересно зашло то давайте работаем вот ну и я наверное закончу на сегодня и поотвечаю на вопросы и если они есть в онлайне тоже народ пишите и спрашивайте уже скучали спасибо есть ли вопросы насчет стажиров по поводу границ вот хороший вопрос почему вы не спрашиваете об этом по поводу стажировки и по поводу живых стажировок онлайн вечером после шести в основном посмотрите публика разное возраста очень многие работают очень многие учатся когда им делают что-то дополнительное дополнительное обучение это вечер остается поэтому это просто шести надо семь надо до десяти до одиннадцати по количеству по количеству но это не маленькое количество часов нельзя получить этот опыт работая по три часа в неделю это ни о чем то есть это либо каждый день либо средства каждый вечер вы этим занимаетесь ну и в сумме можно сложить посмотреть где-то часов по 15 10-15 часов минимум до протяжения пяти месяцев если умножить да получается 20 недель примерно плюс-минус где-то 300 часов вы должны потрудиться смотреть мало мне кажется побольше должно быть ну хотя бы так где-то вот так самое интересное что по-другому никак не прикреснете не получится а просто тоже есть сын 18 лет он как-то хочет найти такую волшебную дырочку какую-нибудь залезть в нее какую-нибудь компанию чтобы особо не делать не учиться но быть шоколаде не работает что интересно что интересно что ну что знать это надо возвращаться к предыдущим слайдом в зависимости от направления если это фронтен свои фрайверки если это БК свое если это бизайн направление как-то БК достаточно изучить по-другому языка один из фрайверков при фрайверки если это питон то джанго умение писать какие-то приложения на джанго если это PHP у нас это не супер сильно развивается хочу просто развивать потому что статистика показывает что нужны PHP-шники а люди туда особо не идут там ларавель либо там еще есть фрайверки но мы с ларавелью работаем если это javascript то это Node.js можно прямо домой прийти загуглить если вы знаете javascript какой-нибудь курс по Node.js небольшой просто посмотреть как это работает что там будет Node.js ну и дальше 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 там в любом случае будет какое-то тестовое задание а заявки на стажировку у вас как занимаются сайт или это вся информация какая-то когда мы что-нибудь замутим мы анонсируем про телегу просто так сказал это не то что там подписывайтесь и у меня будет тысяча подписчиков я буду очень рад зачем это такой инструмент информирования естественно как будет что-то такое движуха это анонсируем скоро планируется стажировка обратите внимание вот такие задания есть к примеру то есть полезная история мне интересно делать даже наши соцсети полезные хотя со временем туговато но тем не менее все мы стараемся делать блокнотики дарю сейчас вопросы задавайте блокнотик могу подарить еще кому-нибудь просто рук руку поднимаешь я знаю у кого нет еще чтобы черный красивый можно сам делал лично можно просто у нас тут еще тема с мерчом есть с нашим скитерам хотим чтобы это было все с нашими мерчами какие плюсы подхождения самое классное что ты пройдешь и что она даст самая опыт ничего нового я не скажу опыт самое классное это опыт это опыт а за опытом кроется умение решать задачи бизнеса вы же не просто кодите напишите такую функцию это функция которая делает вот это и решает задачу бизнес набор всяких работ это часть такая одна вторая часть это умение работать в команде вы подъемте в другую компанию любую вы уже это будете уметь вы скажете я знаю что такое скрам вы сумеете если они не знают например даже или есть в этом просад вы можете это все организовать это тоже важный момент активность человек активная позиция еще большое просто люди которые вот такие они очень быстро в ледов вырастают зарплате соответственно на мой взгляд очень важно быть немножко впереди всех и все на свете возглавляйся вы разработчик пришли хорошие карты хорошие софты опыт видите люди такие ну может быть более такие сами в себе взяли их возглавили и вы уже на вас начальство смотрит начальство тоже важно чтобы кто-то что-то возглавлял по понятию это тоже очень здорово можно просто разум там два с половиной месяца два с половиной и пять тысяч групп два с половиной месяца про обучение оно вообще как проходится в каких-то онлайн то есть встречи там нет встречи есть но такие редкие просто люди в основном из разных городов и преподаватели тоже есть в Беларуси например поэтому онлайн но какие-то встречи типа встретиться потусоваться показать ваши результаты провести как мы проводим какие-то первые встречи здесь со мной промежуточные демонстрации результаты стажировки пойдет в середине и финал стажировки иногда некоторые преподаватели нижегородцы они будут встретиться здесь и туда несем но по моему опыту все хотят учиться очно и когда ты начинаешь занятия проводить говоришь много лет я это проводил особенно в спортземе это было видно перешли на онлайн потом вернулись и вроде бы все хотят пришли ты ведешь занятия очень параллельно онлайн проходит три недели и от людей они в онлайне дома удобно ну только можно у кого дети мешают это да поэтому это опыт такой но у нас просто нет вариантов только в онлайне поэтому очень все вопросы по астрах нет идет отбор да я кстати отвечал на этот вопрос там очень все таки естественным образом происходит потому что если человек нормально занимается ну типа он получает четыре или пять хорошие оценки на свое обучение реактивно например разрабатывает приложение свои домашки делает он конечно же естественным образом в этот штажировок попадает потому что нам такие люди нужны тот кто ничего не делает домашки не делает он сам понимает что ему там делать нечего это все органически происходит ну это например да что есть некое финальное задание в конце курса написать приложение на реакцию которое отвечает таким критериям вы же мы этому учились вы должны это делать все зависит опять же от курса если это такой более продвинутый курс по реакции то сначала делайте сами что касается команды вы потом это будете делать уже на стажировке команда то что касается если вы с нуля приходите то на курсах мы находим заказчиков с простыми уже проектами это не такие не платформы какие-то а просто сайтики такие с админочками с простыми и на курсах тоже для этого учим ну потому что по мой взгляд важно какой-то самый простой опыт получать максимально быстро максимально быстро человека к реальности прообщить о тут вопросики пошли просто у нас следующие спикеры должны выступить через две минуты и надо мне уступить слово будет и не затягивать вот еще вы instantly Продолжение следует...